Каролина, я устал. Уже близко. Скоро придём. Холодно. Куплю тебе тёплого молока с мёдом. Да. Спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Альвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Геральт, тебя послала нам Милители. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут. Её, помоги ей. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовище. Отойдите. Я сам спасу её. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрём! Что это было? Наверняка магия. Это зверь! Смотри! Придёт век. Век волчьей пурги. Придёт час белого хлада и света. Час безумия и презрения. Тедриат. Час конца. Мир умрёт и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет она старшей крови. Из зерна засеянного. Зерна позгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо. Мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нём позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собах. Не таких, как эти. Причём я имею в виду не только зелёную шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи, огромный пёс, может быть, волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили? Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Но хватит про чудовищ. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Тссс, не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют только заговоря о нём. Преподобный может что-то знать. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Ещё что-нибудь? Да. Мы знакомы. Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаёшь? Да что с тобой стряслось? Я слышала, что ты погиб во время погрома в Ривии. К сожалению, я потерял память. Помню последние несколько недель, но больше ничего. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология ещё только зарождается. Могу только сказать тебе, что иногда память возвращается. Вообще всё не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалению, констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? Что привело тебя в эту деревню? Я еду в Изиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице лебеды. Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак. Я не могу просто так их оставить. Это займёт некоторое время, но половина просто умрёт без моей помощи. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп. Речь, видимо, шла о Дании. Он хотел увидеть преподобного. Увы, лихорадка заврала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержусь здесь на более долгий срок, чем планировал. Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? Они убили кое-кого, кто был мне дорог, и они кое-что у меня украли. Не хотела бы я быть на их месте. Что будет с Альвином? Я не знаю. Пока что я о нём позабочусь. Может быть, кто-то из деревенских захочет его взять. Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его взять. Ещё что-нибудь? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Это непростительно. Тяжело на службе. Оставаться начеку. Проклятие в горле пересохло. Приветствую. Приветствую. Да, я краснолюд. Нет, я не поддерживаю Скуятоэлей. Ни открыто, ни тайно. Да, я исправно плачу налоги и взятки. Постоянно. Сегодня в том числе. Успокойся. Я всего лишь хотел поговорить. Успокоюсь я в могиле. И если всё пойдёт хорошо, то уже через пару дней или недель. Я постараюсь прийти на похороны. На казнь тоже приходи. Меня как-то заставили присутствовать на повешении нелюдя. Веселье полные штаны. Я уже понял, что нелюди здесь не жалуют. Как и повсюду в северных королевствах. Один чиновник в Изиме недавно получил награду за вклад в развитие экономики. И изобрёл виселицу. Для краснолюдов. И при чём здесь развитие экономики? А ни при чём. Но ты только подумай, какая экономия? Если производить их сотнями, сэкономленное дерево можно пустить на производство других товаров. Например, детских деревянных мечей. Можно один вопрос? Да? Кто такие Скуятоэли? Вы бы назвали их смутьянами или подстрекателями. Они борются за право нелюдей. Скуятоэль – эльфийское слово. На вашем языке означает «белка». А зовутся так, потому что носят беличьи хвосты на шапках. А тут в округе белки водятся? Ты пытаешься подловить меня? Или ты просто такой любопытный? Чё-то не пойму. В любом случае от меня-то ответа не дождёшься. В таком случае сменим тему. Да? Почему местные преследуют нелюдей? А почему хрен суют в дырку? Потому что это естественно. Люди всегда недолюбливали краснолюдов и эльфов. И не моё дело, почему именно. Не понимаю. В таком случае думай над этим в одиночестве. Или обсуди этот вопрос с этим ублюдком Броггом. А я о таких вещах с чужаками не разговариваю. Это понятно. Да? Я хочу поговорить об оружии. Я не специалист по оружию, хотя умею ковать мечи. Принеси мне руду трёх типов, и я скую тебе отличный стальной меч. Я поищу руду. И ещё кое-что. За 35 аренов ты получишь вот эту отличную оружейную смазку. Она мало где продаётся. Вернее сказать, она мало где продаётся законно. Но мне очень нужны деньги. Меня это не интересует. Да? Прощай. Доска объявлений. Может, и для Ведьмака найдётся работа. Доска объявлений. Ячик. Прощай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... До встречи. Мне пора. Продолжение следует... 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 А за десяток граммов кашенели он просил три кроны. А в аренах это... Ты меня спас, да? Да, я помог стражникам. Интересно, что теперь со мной будет? Может, подождешь, пока тебя не заберут родные? Нет, все мои родные умерли. Я останусь тут. Мне очень жаль, парень. Мне все равно. Я едва их знал. Двигаться! Продолжение следует... Приветствую! Приветствую! Что за жалкое место! Я застрял здесь вместе с товаром, а в городе меня ждут жена и дети. Вы не можете попасть в город? Ворота вы зимы закрыли из-за чумы. Боги свидетели! Ничто так пагубно не влияет на торговлю, как эпидемии. Наверное, придется просто подождать. Большинство больных уже умерло, но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чуму. Не хватает только сборщиков налогов. Можно один вопрос? Да. Расскажи мне о чуме. Что тут сказать? Это разновидность бубонной чумы. Ради собственной безопасности я стараюсь держаться подальше даже от тех, кто чихает. А ты разве не боишься? У меня иммунитет к инфекционным заболеваниям. Мой дед утверждал то же самое. В конце он настаивал, что его бубоны всего лишь прыщи. Да будет земля ему пухом. Да. Что тебе известно о звере? Местные пытаются держать это втайне, но мне удалось подслушать, что зверь — это нечто вроде призрака. Он появляется из ниоткуда и жестоко убивает тех, у кого совесть нечиста. Интересно. Хе-хе! Придворные нашего короля стали бы настоящим деликатесом для зверя. А другие призраки, видимо, служат ему в виде неутомимых гонщих. Вот и все, что мне известно. Надо будет расспросить местных. Да. А разбойники в предместе есть? Еще бы! Сами себя они называют милицией, а деньги, которые они вымогают, взятками. Еще говорят, в предместе появилась какая-то секта из Визимы. Но это все, что я знаю. Ты говоришь о людях, которые носят символ Саламандры? Я никогда с ними не встречался. Поговори с преподобным. Если это секта, священник точно должен об этом знать. Я так и сделаю. Да. Прощай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я теряю время DimaTorzok 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 Ведьмак умер, потом вернулся в жизни, хотя никто не видел его пять лет И теперь он хочет знать, что не так Ты кто такой? Ты что, пьян? Я Золтан Хивай, приятель твой Где же ты был? От тебя не было вестей И как насчет... Не могу объяснить Ай, не надо объяснять ничего Золтану Я просто рад тебя видеть Хотя неплохо было бы выяснить несколько вопросов Ты не понял, я утратил память Могу вспомнить только несколько последних недель Знаешь что, Геральт, давай возьмем пиво и поговорим, как в старое доброе время Тебя что-то беспокоит? Ага, я собирался встретить в этой деревне друга, но он пропал Думаешь, он попал в беду? Надеюсь, нет, хотя меня бы это не удивило Недавно он присоединился к белкам И решил вести торговлю с говенкарами А кто такие эти белки и говикары? Белки — это нелюди, которые собираются добиться равных прав с людьми Прячась по кустам и стреляя в них А говенкары — это те купцы, которые собираются нажиться, поставляя оружие белкам Понятно Меня тут не привечают Ходят слухи, что нелюди виновны в появлении зверя, в чуме И вообще в любом прыща на заду у преподобного Я бы сам поискал моего друга, но времена теперь тяжелые Я буду держать ушки на макушке и дам тебе знать, если что, узнаю Спасибо, дружище мой, Геральт Как твои дела? Ты знаешь как Я собираюсь вести дела в Вазиме, поставляя товары из Махакама Кроме того, на меня наседают брекенриксы Вот и все дела А кто это, брекенриксы? Мои будущие тещи и тести Я собираюсь вскоре жениться на Эвдоре Брекенрикс Но мой будущий тесть придает большое значение материальным благам Шахта Общее Дело, в которой я работал после войны, оказалась полным пшиком Вот чертовы времена Золтан, расскажи мне про белок И это маленькие нелюдские дерьмецы, которые обкушались романтических сказочек И подняли оружие, чтобы бороться за свободу и прочие идеалы Во время войны с Нильфгардом МГР использовал их, чтобы разорять тылы в королевстве Не знаю, кто их сейчас поддерживает Мне нужно идти, Золтан Позже поговорим Я не могу медитировать, когда огонь погас Надо его разжечь Хочу бабу Субтитры создавал DimaTorzok